Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Многие интересовались, как обстоят дела с арестом Константина Игнатова. И сейчас партнеры OneLife создали сайт по адресу free-constantin.org, на котором собрана информация и возможность подписать петицию в пользу освобождения Константина Игнатова. Причем сайт, на мой взгляд, достаточно качественно сделан. И если посмотреть, даже переведен на несколько языков. Пять языков на данный момент я вижу. Это русский, английский, немецкий, французский и итальянский. Такой интересный дизайн. И давайте зайдем в раздел «Наша миссия». Итак, наша миссия. Константин Игнатов был задержан в Министерстве местиции США в аэропорту Лос-Анджелеса 6 марта 2019 года по ряду несправедливых обвинений. Миссия группы лидеров OneLife вместе с этим сайтом и петицией свободу Констант-Тину помочь широкой общественности понять работу I.M.A.S. OneLife. Не знаю, что это за аббревиатура. Напишите в комментариях, что это такое. Но могу предположить, что это имеется в виду партнеры OneLife. А также по К-ЗАДЬ, что обвинения против Константина Игнатова являются несправедливыми, ложными и необоснованными. Чтобы лучше понять проблемы, освещаемые на этом веб-сайте, нужно знать не КОТО-РЫЕ данные о сети OneLife в программах финансового образования OneAcademy и криптовалюте One. Я так понимаю, эти ненужные дефисы здесь стоят просто, видимо, хотели сделать переносы, но переносы как бы сделаны неудачно, и они по сути разрывают слова пополам. Переходим в раздел «Подписать петицию». Читаем. «Подпишите петицию сейчас». Мы хотели бы попросить вас поддержать наше дело, подписав эту петицию, чтобы помочь нам освободить Константина Игнатова и продемонстрировать солидарность против несправедливых и необоснованных претензий, которые направлены на под-рыв успеха этого важного проекта, который зависит от 3,5 миллионов участников OneLife, их семей и их сообщества по всему миру. Если хотите, чтобы ваше участие осталось анонимным, то выберите соответствую-щую опцию. Пожалуйста, нажмите на кнопку ниже, чтобы перейти на сайт change.org, где вы «мо-жете» подписать петицию. Окей, давайте посмотрим. Перейдем сейчас на сайт change.org. Переходим на сайт change.org и видим, что на данный момент петицию подписали 5954 человека. Ну, как видим, это число приближается уже к 6000. Тот, кто хочет подписать петицию, пишет здесь свое имя, фамилию, электронную почту, страну, из которой он пишет, город. Если он хочет, чтобы его данные были доступны публично, можно поставить вот здесь галочку «Отображать публично мое имя и мой комментарий» и нажать красную кнопку «Подписать петицию». На сайте также есть раздел «Отзывы». Здесь мы видим такие эпитеты, как «Интеллектуал», «Меценат», написано с ошибкой, «Меценат» пишется через «Е», «Дружелюбный и скромный», «Путешественник», «Превосходный лидер». Что говорят действующие участники «ДТ-Сербия», будучи экономистом OneAcademy, как платформа для электронного обучения, немного расширила мои взгляды. Я узнал больше об основах торговли, крипто, активах и управлении рисками. Я также использовал One в разных местах, и для меня это больше, чем достойная монета. В сообществе OneLife я встречался с неординарными людьми, среди которых был и господин Константин Игнатов, который оставил у меня впечатление смиренного и честного человека, который заботится о других так же, как и о себе. Я хотел бы, чтобы его освободили от несправедливых обвинений. Малика Нурин, Алжирия. Вообще-то Алжир. «Я провела 28 лет своей жизни, работая учителем. Очень пустая жизнь была сосредоточена только на одном предмете, который я преподавала, до того дня, как я познакомилась с OneLife и узнала о OneAcademy. Моя жизнь полностью изменилась благодаря курсам в пакетах OneAcademy и людям, которых я встретила в этой сети. «Господин Константин сделал из меня, простой африканской леди, из страны, где практически невозможно заниматься финансами, леди полную надежд на лучший мир. Я много слышала о нем и убедилась, когда встретила его. Я никогда не смогу поблагодарить его за все, что он сделал для меня и для жителей Африки. Вот почему я хочу видеть его свободным и очищенным от всех этих несправедливых обвинений». Саймон Ли, Вьетнам До знакомства с OneLife, OneCoin я занимался финансами и развитием недвижимости. Курсы OneAcademy и их содержание вновь открыли мне глаза на многие аспекты финансовой грамотности, особенно на личный денежный поток и правильное мышление. У меня был отличный шанс стать частью 3,5-миллионного сообщества OneLife в более чем 194 странах за последние 5 лет. И многие из них стали моими партнерами, братьями и сестрами. Два года назад один из самых удивительных людей вошел в мою жизнь. Это наш молодой и преданный капитан Константин Игнатов. Здрасте. Какой же он капитан, если на заседаниях суда адвокат Игнатова изо всех сил доказывать, что на самом деле Константин Игнатов не был никаким организатором и руководителем, а выполнял чисто роль помощника Ружи Игнатова. Он заботливый человек, который всегда слушал других людей и давал нам лучшие советы практически по любым вопросам. Он дисциплинированный человек и хочет быть прозрачным и послушным во всем, что мы делали с нашим бизнесом и с нашими учебными курсами. Мы все скучаем по нему и хотели бы, чтобы он посетил нас во Вьетнаме, как он и обещал в декабре 2018 года. Спасибо за то, что вы наш великий мотиватор и лидер Константин. Сина Хант, Новая Зеландия. Присоединиться к этой компании и стать частью ее замысла было самым большим решением, которое я приняла за всю свою жизнь. Возможность учиться в One Academy. Возможность учиться в One Academy, инновационные платформы электронного обучения, охватывающие широкий спектр финансовых тем, включая торговлю, фондовую биржу, финансовый анализ, управление активами и многое другое, позволяет не расширить свой кругозор в финансовой сфере. Я получил много знаний, работая вместе со многими людьми из разных слоев общества в 194 странах мира, которые имеют такое же желание и страсть, чтобы узнать о будущем глобальных финансов. Слова не могут выразить признательность и благодарность основателю, особенно нашему лидеру, капитану, господину Константину Игнатову за эту возможность. Константин, мы любим вас и очень по вам скучаем. Мы молим о том, чтобы всемогущий Отец Бог вскоре объединил нас вместе своей силой, своим решением, его временем. Вы вели это сообщество таким особым образом, ваше смиренное сердце, которое затрагивает столько жизней. Как видим, сплошные хвалебные оды в адрес Константина Игнатова, нашего капитана, как пишут. Но при этом почему-то ни слова, ни полслова о гениальной сестре Константина Ружи Игнатовой, которая, собственно, является основным создателем OneCoin OneLife. Что, Ружу Игнатову своего капитана вообще уже со счетов списали? Тут я смотрю, ее два года уже не видно. Последний раз, когда она появлялась на публике, это как раз вроде было осенью 2017 года, то есть два года назад. Один из партнеров OneLife мне втирал, что якобы Ружи беременна, и в целях безопасности она вот не появляется. Что, уже два года беременна? Ну, если два года, то да, это уникальный случай в мировой практике. В разделе «Галерея» мы читаем «Ознакомьтесь с последними фотографиями капитана и сообщества OneLife». Опять Константина называют капитаном. У вас есть свои фотографии Константина? Отправьте их нам, и мы опубликуем их на сайте с вашим отзывом. И вот мы здесь видим слайд-шоу с фотографиями Константина на разных мероприятиях. Очень все проходит весело, в неформальной дружеской обстановке. Вот Константин с детишками в Африке. В общем, зайдете на сайт и сами посмотрите. Вот эту фотографию неудачно обрезали голову Константину. В разделе «Контакты» написано «Есть ли какие-нибудь искренние пожелания, которые вы хотели бы выразить Констант-Тину?» Хотите внести свой вклад в работу сайта? Не стесняйтесь, напишите нам. Я бы вам рекомендовал, ребята, внести следующий вклад в работу сайта и сделать корректировку русского текста на этом сайте. Потому что везде, где ни попадя, натыканы вот эти вот дефисы, видимо, для переноса. Но, как видите, своими переносами они просто разрывают слова пополам. Даже вот имя Константина в данном случае. Поэтому, у кого не тройка по русскому языку, а нормальная отметка, или кто работает корректором, например, напишите создателям сайта и пришлите им исправленный текст. Как вы знаете, биржа OneCoin должна была запуститься в середине сентября. Но вот на дворе уже середина октября, а биржи все так и нет. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь появится. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.